Добрый вечер! 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 и столб огненный, то Тора здесь и говорит, как в дальнейшем будет проходить порядок путешествия по пустыне. А именно, вот когда облако поднималось от шатра, сыны Израиля отправлялись в путь. Если просто понять, что сказано здесь, днем облако находится над шатром, и если оно вдруг начинает подниматься, то мы понимаем, что пора отправляться в путь. То есть, по слову Бога отправлялись сыны Израиля, и по слову Бога располагались в стану. То есть, все это путешествие по пустыне не было по инициативе народа или вождей народа, а на каждый шаг был приказ свыше, распоряжение. Каким образом оно передавалось? Видим при помощи облака. По слову Бога отправлялись сыны Израиля в путь, и по слову Бога располагались в стану. Все дни, пока облако покоилось над мешканом, они стояли в стану. Дальше, когда облако задерживалось над мешканом много дней, соблюдались и на Израиле то, что сказал им Бог, и не трогались в путь. А иногда случалось, что облако оставалось над мешканом всего несколько дней. По слову Бога они располагались в стану, и по слову Бога трогались в путь. И так же иногда случалось, что облако оставалось только с вечера до утра, только одну ночь. И как только облако поднималось утром, они отправлялись в путь. Или бывало день и ночь, а затем облако поднималось, и они отправлялись в путь. Или бывало два дня, или месяц, или год, когда облако останавливалось над Мишканом, долгое время покоилось над ним, сыны Израиля стояли с Таном и не трогались в путь. Когда оно поднималось, они отправлялись в путь. По слову Бога они располагались с Таном, и по слову Бога они отправлялись в путь. Указания Бога они соблюдали, по слову Бога, через Муше. Последний стих немножечко непонятен. До сих пор было сказано, в этом пространном отрывке мы еще вернемся к вопросу о том, почему он настолько подробно расписывает все возможные варианты стоянки и пути. Зачем эти повторы, это рассмотрим еще отдельно. Но поначалу, в начале отрывка задается впечатление, что знак, по которому двигались в путь, это было облако. Если облако поднималось над шатром, то есть знак, что нужно двигаться в путь. Облако останавливается, знак, что нужно останавливаться и разбивать лагерь. Дальше сказано, по слову Бога они располагались Таном, и по слову Бога отправились в путь. Но очевидно, по слову Бога имеется в виду движение облачного облака. Указания Бога они соблюдали, по слову Бога, через Муше. А при чем здесь Муше? А кто помылся по Муше? Ни слоем не было упомянуто. Облако было. Было зарево ночью. Но Муше не было. Более того, если мы посмотрим следующий отрывок. Это начало 10 главы. Там сказано так. И сказал Бог Муше, сделай себе серебряные трубы, выкованными из одного куска сделай их. И они будут служить тебе, чтобы созывать общину и чтобы поднимать станы в путь. Не только для того, чтобы созывать людей на общее собрание, есть этот трубный сигнал, но и для того, чтобы поднимать станы в путь. И если вы подрубите прерывисто, то есть будет прерывистое 3, тронется в путь станы, которые располагаются с востока. И если ты протрубишь прерывисто во второй раз, тронутся в путь станы, которые располагаются с юга. То есть те части лагеря, еврейский народ был разделен на 4 основных стана, которые становились на стоянку, разбивали свои лагери по 4 сторонам света. И, стало быть, каждый новый прерывистый звук, то, что называется на иврите труа, это знак для того, чтобы очередной стан двигался в путь. Здесь, получается, ситуация, по крайней мере, рисуется нечто другое, а именно, что в тот момент, когда Муше решал, что нужно двигаться в путь, он давал приказ трубить в трубы, ведь сказано, сделай себе две серебряные трубы. То есть это трубы, которыми он будет пользоваться, не значит, что он будет в них трубить. Сказано, дальше сын Иорона Коины будут трубить в трубы. Но знак, наверное, давал он, это же его трубы, трубы для него. Ну, и тогда двигались в путь. Значит, один раз нам сказано, что это облако, второй раз нам сказано, что это через Муше, мы еще не поняли, как через Муше, третий раз сказано, труба, трубный звук является сигналом отправления в путь. Может быть, это имеется в виду, Муше давал знак, давал приказ сына Иорона трубить в трубы, и тогда все получали знак, что нужно собираться и двигаться. Но никаким образом не называется по слову Бога через Муше. А где здесь тогда слово Бога? И чуть дальше, в 10 главе, есть еще один отрывок. «И было, когда Ковчег отправлялся в путь, Муше говорил, восстань же, Господи, и рассеются твои враги, и побегут от тебя ненавидящие тебя. А когда он останавливался, он говорил, возвратись же, Господи, к мириадам тысяч Израиля». Может быть, это и есть те самые слова Муше, по слову Бога через Муше. Но, опять же, неясно это, когда здесь сказано, если понимать буквально то, что сказано здесь, что когда уже двигался в путь, или когда собирался двигаться, вот тогда Муше говорил, восстань, Господи. А когда останавливался, тогда он говорил, возвратись же, Господи, к мириадам тысяч Израиля. Как все это понять? Что это все означает? Обратимся к Раши. Раши говорит здесь так. Вбарайте о сооружении святилища. То есть, вместо того, чтобы объяснять сейчас каждый стих отдельно, Раши во всем, что касается мешка, она часто прибегает к этому приему. Он сначала цитирует эту самую Брайту, строительство, которое повествовательно описывает строительство мешкана. Не как комментарий, разбирающий отдельные стихи, а как развернутое повествование. Прежде всего, уяснить, о чем идет речь. Что, собственно говоря, происходило. Что там такое, или как эта штука устроена. А уже потом, уже потом, можно будет разбирать отдельные стихи. Что означает каждый стих в контексте вот того рассказа, который мы находим в Брайте о сооружении мешкана. Итак, там сказано так. В Брайте о сооружении мешкана святилища мы учили. Когда Израиль выступал в путь, облачный столб сжимался и тянулся над сынами Иуды, словно балка. Итак, в тот момент, когда Всевышний решал, что еврейскому народу пришло время выступать в путь, тогда происходило следующее. Облачный покров, который стоял над мешканом, над соборным шатром, он вытягивался как балка. То есть, если раньше он был в виде шатра, как бы шатер над шатром, то он вытягивался как балка в сторону колена Иуды. Итак, четыре, мы говорили, четыре стана. Еврейский народ делался на четыре стана. Как выглядел лагерь евреев? В центре находился мешкан. Вокруг него Моше, Арон и сыновья и сыровья Коины, священники и левиты. По четырем сторонам света, четыре стана, каждый из них состоит из лагерей трех колен. Первый стан, и те, которые должны были выступать первыми в путь, это стан Иуды. Он ведущий, он в авангарде, и поэтому облако вытягивалось как балка в сторону стана Иуды. Затем трубили, издавая долгий, прерывистый, словно и слово, долгий звук. Хотя в стихе мы учили, что знаком для начала похода является прерывистый звук труа. Мострецы учат, что порядок всегда такой, что если есть труа, то перед ней есть долгий звук, и после нее есть тоже долгий звук. Долгий звук, долгий протяжный звук, ткия, затем труа, прерывистый звук и снова долгий звук. Так вот, когда после этого трубили, после того, значит, получалось так. Муше видел, вместе со всеми остальными, видел, что облако поднимается и вытягивается, как словно балка, в сторону сынов Иуды. Тогда он отдавал приказ сына Морона трубить, и это был знак всем собираться. Но облако не трогалось с места, когда уже все слышали трубный звук, все собрались, готовы в путь. Куда идем? Облако должно показать. Идем за облако, а облако не трогается в путь, пока Мушене говорил те самые стихи, которые мы прочитали. «Восстань же, Господи, рассеются твои враги», и вот тогда отправлялся в путь стан Иуды. То есть, после того, как Мушене произносил этот стих, облако двигалось вперед, вслед за ним отправлялся авангард в стан Иуды, следующий стан, затем левиты, которые к тому времени уже разбирали мешкан, несли с собой мешкан и остальные колено. Дальше, то, что сказано и по слову Бога располагали станом. Это каким образом? Когда Израиль располагался станом, облачный столб возносился и простирался над станом сынов Иуда наподобие шатра. Снова, самое первое указание о том, что вообще надо остановиться и в каком месте остановиться, снова благодаря облаку. Облако, которое до сих пор было как балка, то оно расстилалось наподобие шатра над шагающими сынами Иуды. Однако, он не расстилался полностью, то есть он сначала простирался, и не расстилался полностью, пока муж и не говорил, возвратись же, Господи, к миллиардам тысяч Израилев. Вот какой был порядок. И теперь я хочу вернуться к вопросу, который я уже упомянул. Зачем расписывать все это так подробно? Во многих местах Тора очень важные события. Писывают очень лаконично. Несколько слов, максимум несколько предложений. Описание вообще очень редкое в Торе. Здесь вот этот вот порядок отписан невероятно-невероятно подробно. Почитаем еще раз. По слову Бога отправляли сыны Израиля в путь, и по слову Бога располагались Стана. Все дни, пока облако покоилось над Мишканом, они стояли Стана. Даже когда облако задерживалось над Мишканом много дней, соблюдали сыны Израиля то, что сказал им Бог, и не трогались в путь, как это сказано в предыдущем стихе, что все это время, пока облако стояло над Мишканом, то они стояли и не двигались. Иногда случалось, что облако оставалось над Мишканом всего несколько дней. По слову Бога они располагались, и по слову Бога трогались. И так же иногда случалось, что облако оставалось только с вечера до утра, то есть всего лишь одну ночь. И как только облако поднималось утром, они отправлялись в путь. Ну, а чем это отличается от того, что сказали в предыдущем стихе, что иногда было несколько дней? Да, иногда было несколько дней, а иногда одну ночь, а иногда один день. Зачем так подробно? Или бывало два дня, или месяц, или год, когда облако оставалось над Мишканом долгое время и покоилось над ним, сыны Израиля стояли с тоном и не трогались в путь. Все это можно было бы, все это вот подробные-подробные перечисления всех вариантов, иногда много дней, иногда немного дней, иногда один день, иногда полдня, иногда два дня, все это можно было бы намного проще. Можно было бы записать весь этот отрывок двумя фразами. Пока облако оставалось над Мишканом, сыны Израиля стояли с тоном и не трогались в путь. Когда оно поднималось, они отправлялись в путь. По слову Бога, они располагались с тоном, и по слову Бога отправились в путь. Все. Двух предложений вполне достаточно. Зачем же Тора так подробно-подробно перечисляет все возможные варианты стоянок и пути? В основном комментаторы идут здесь в одном направлении. И как пишет, например, Сфорну, Тора подчеркивает здесь заслуги народа Израиля, который шел за Всевышним по пустыне. Вообще, сам тот факт выхода вслед за Всевышним в пустыню, это уже само по себе было колоссальной заслугой. Ведь нужно было покинуть населенные места, идти в пустыню безводную, которая не в состоянии, безусловно, прокормить такую массу народа. Ведь речь идет здесь о нескольких миллионах людей. Есть в пустыне определенные источники жизни, есть в пустыне, есть возможность прокормиться. Бедуины в пустыне живут, но не такое число. Более того, как они шли, это было еще дополнительной заслугой. Не только то, что они, бросив все, оставив все, готовы были пойти в пустыню, но и то, как они двигались, это тоже их заслуга. И поэтому, для того, чтобы подчеркнуть их заслугу, Тора показывает, насколько сложным было вот это вот испытание, идти по пустыне по слову Всевышнего. А именно, то, что написано в начале. В начале сказано так, в начале этого отрывка. Даже когда облако задерживалось над Мишканом много дней, по слову Бога отправлялись сыны Израиля, и по слову Бога располагались Станом. Все дни, пока облако покоилось над Мишканом, они стояли Станом. Что это означает? Что они останавливались в том месте, где останавливалось облако, даже если это место им не нравилось. Вдруг видим, идем, представим себе, идем по пустыне. Конечно же, идти по пустыне тяжело. Трудно. И вещи свои нужно нести. И достаточно жарко. И неплохо бы отдохнуть. Но когда мы замечаем, где это облако останавливается, где оно начинает расстелаться над сынами Иуды, потом на шатру, становится нехорошо. Место совершенно непригодное для стоянки. Ни жалаши здесь построить, ни источников, ни тени. Все на открытом месте. Ветры. Очень неприятное место. Но если облако остановилось, то мы остановились. Здесь будем ставить лагерь. Это первое. В 19 стихе дальше сказано. Даже когда облако задерживалось над Мишканом много дней, соблюдались и на Израиле то, что указал им Бог, и не трогались путь. То есть даже если эта стоянка, место, в котором был наш лагерь, нам уже надоело до невозможности. Тяжелые очень условия. Очень хочется отсюда уйти. И жарко здесь. Днем жарко. Ночью холодно. Мухи донимают. Комары съедают. Просто ужасное место. Очень хочется. А облако все стоит и стоит, и не собирается уходить отсюда. И день за днем проходит, и еще день, еще день, еще день. Хочется убежать. Не уходим. Подчинялись. Иногда, сказано, дальше им было наоборот. Также иногда случалось, что облако ставилось только с вечера до утра. То есть так, что даже не успели отдохнуть как следует. Пришли всего лишь на одну ночь, и хочется отдохнуть. Или, может быть, пришли в хорошее место. И, наконец-то, говорим себе, «О, вот в этом месте хорошо бы побыть несколько дней. Рано утром видим облако. Вытягивается в сторону колена Иуды. Трубы, сигнал. Труба зовет. Собирай вещи». Более подробно все это расписывает Рамбан в своем комментарии. Пишет он так. «Когда облако оставалось, облако оставалось много дней над шатром, это сказано, чтобы подчеркнуть, когда облако задерживалось над шатром на много дней, то даже если место стоянки сынам Израиля не нравилось, они страстно желали его покинуть, тем не менее они не приступали к воле Бога». Поэтому написано, соблюдали сыны Израиля то, что указал им Бог, и не трогались Бога. Значит, начало этого длинного рассказа о том, что, и оно подчеркивает, стойкость, терпение и умение подчиняться, которое приобрел еврейский народ уже за это время в пустыне, которое приобрел в том, что, несмотря на то, что место было очень неудачное, с нашей точки зрения, никто не уходил, никто не пытался покинуть это место в лагере. Пока облако над шатром, все оставались в лагере. А также, если облако двигалось два или три дня подряд, это уже в стихе. Следующим. Все время другая ситуация. Идем? Идем. Все время смотрим на облако, когда же оно остановится. А мы все идем. А мы все идем. И облако идет. И уже очень хочется остановиться. И уже очень хочется встать на стык. Но оно идет. Идет. И мы идем за ними. Народ был очень узнурен. И силы их истощились спусти. Тем не менее, они выполняли волю Бога и шли за облаком. Хотя идти было очень тяжело. И еще повествуется и другой вариант, который, если бы не вот это вот подробное, подробное сложение, мы бы его пропустили. А еще повествуется, что иногда они стояли лагерем всего лишь одну ночь. И утром трогались путь. Хотя это было очень тяжело. А порой облако останавливалось на день и ночь. После того, как они шли всю предыдущую ночь. Если облако на день и ночь, значит, ночью они шли. Ночью шли, к утру облако останавливается. Целый день в лагере. И следующую ночь. А потом, на утро, ходили на место стоянки утром. И вот облако покоилось там весь день и всю ночь. А на следующее утро они уже поднимались и выступали в путь. И это было еще тяжелее, чем в предыдущем случае. Так как народ полагал, что остановится там надолго. Пришли и утром. Ну, очень большая надежда, что мы здесь устроим серьезную стоянку и успеем как следует отдохнуть. Нет. Всего лишь один день, одну ночь и на утро двигаться. Более того, когда стоянка была всего лишь одну ночь. Ну, одну ночь хотелось бы больше, но ничего страшного, потому что, по крайней мере, никто не распаковывался. На одну ночь лагеря никто не станет устраивать. Пришли и ночью на это место, завалились спать, а утром в поход, значит, в поход. Здесь другое. Пришли и на стоянку днем. Дело идет к вечеру, а мы все еще на стоянке, и никто не говорит уходить. И облако ничего не дает, никаких указаний. Ну, имеет смысл уже распаковаться. Начинаем распаковывать чемоданы, натягиваем палатки. Слава Богу, распаковались, натянули палатки. Утром подъем, собирать все палатки. Не успели только разложиться, снова все складывать. Уж лучше было спать действительно на чемоданах, ничего не раскладывая, не разбирая всю поклажу. Но поскольку было несколько дней, и за несколько дней уже решили, в день и ночь, за это время уже решили, что очевидно здесь останемся более-менее на продолжительное время. Так есть смысл уже не жить на чемоданах, а кое-как распаковаться. И как только распаковались, на следующее утро собираемся. Словами Рамбана. Это было еще тяжелее, чем в предыдущем случае, так как народ полагал, что остановятся там надолго, и они разгружали телеги, раскладывали свои вещи, как это делают после дальнего перехода. И когда облако поднималось, им приходилось вновь все грузить. И они не успевали подготовиться к дороге. А иногда облако останавливалось на два дня, и после этого они трогались в путь ночью. И порой облако стояло, как упомянуто здесь, всего лишь с вечера до утра. Порой два дня, или месяц, или год. Вот почему в Туре упомянуты все вот эти вот отрезочки времени. А было еще иногда, а одна стоянка Кадеш, на ней просидели 19 лет. Все было очень неравномерно. Иными словами, вот эта вот подробность, не столь привычная в Туре, или совсем непривычная, точнее, она объясняется тем, так пишут, и Сфорну, и Рамбан, что Тора хочет здесь показать заслугу сынов Израиля, которые в любой ситуации подчинялись, хотя было достаточно тяжело. А варианты, почему было тяжело, они самые разные. Иногда трудность была в длительных переходах, иногда трудность была в очень коротких стоянках, иногда в очень длинных, слишком долгих стоянках, иногда именно в том, что стоянка была не слишком короткая, не слишком долгая, а что-то посередине, в каждом случае была своя сложность. Так объясняют комментаторы. Ну, а, пожалуй, можно, пришло уже время спросить, а зачем Всевышний так делал? Тора рассказывает все так подробно для того, чтобы похвалить евреев, что они беспрекословно подчинялись воле Всевышнего, как бы ни было тяжело, и двигались только по его знаку, только по его слову. А почему Всевышний таким образом вел их? Как будто бы специально стараясь сделать их путь потяжелее. Иногда оставлял их на неподходящей стоянке подолгу, когда им ужасно хотелось оттуда сбежать, а он их оставлял все время там, облако не двигалось. Иногда наоборот, на хорошей стоянке они уж думали, что здесь-то они останутся, прямо на следующее утро уходить. Иногда, наоборот, только разложили тюки, только натянули палатки, сразу уходить. Почему? Зачем Всевышний таким образом тебя вел? Это выглядит как издевательство. На самом деле, это, конечно, не издевательство. Точно так же, как когда человека мобилизуют в армию, то его приучают к достаточно сложным условиям и трудным условиям жизни. И эти трудности их, безусловно, командование подстраивает. Но не для того, чтобы измываться над молодыми солдатами и над салагами, а устроено это для того, чтобы превратить человека, не военного, в солдата, который способен переносить любые самые экстремальные условия. То же самое относится к любому человеку. Тора требует от человека жить по законам, по ее законам, по заповедям Тора. Человек, который уже начал соблюдать довольно быстро видит, что так сложно. Ну, а что действительно? Утром встать, отправиться помолиться. Каждый раз все встают утром. Люди, которые не молятся, они тоже встают рано утром. Они на работу бегут. Сначала помолиться, потом уже дальше. Вечером помолиться. Цель нужно надеть. В субботу. В субботу соблюдать будем, работать не будем. Соблюдаем кашрут. Тоже можно устроиться. Не все в жизни нужно есть. Есть какие-то вещи, которые едим, есть какие-то вещи, которые не едим. Учиться надо. Совсем неплохо. Интересно же учиться. Здорово учиться. Иногда аж дух захватывает. Все. И человек способен месяцами, годами жить гладко еврейским образом жизни, изучая Тору, не нарушая ее запретов, выполняя ее заповеди. И все вроде гладко и все вроде хорошо. И вместе с тем, если такой человек окажется перед каким-то испытанием, то он довольно быстро сломается. Если он не приучил себя подчиняться. А как человек приучает себя подчиняться? Именно тогда, когда он оказывается в ситуации, когда ему нужно побороть себя. Когда очень хочется, и человек говорит себе нельзя. Внутренним усилием воли заставляет себя остановиться. Или наоборот, когда очень не хочется. Человек говорит себе надо. Для того, чтобы по-настоящему жить по законам Туры, необходимо приучить себя подчиняться, необходимо приучить человеку себя и заставлять, и уметь себя перебороть. Это внутренняя дисциплина. Ее никто не может дать человеку извне. Только сам человек себя приучает. Здесь, в нашем случае, Всевышний преподал еврейскому народу вот такой вот урок. Дал им возможность тренироваться, дал им возможность научиться вот этой внутренней дисциплине. Именно через вот эти приходы. Ничего особенного. Просто вопрос, где будем спать, где остановимся лагерем, когда уйдем с этой стоянки, когда снова остановимся, когда... Именно поэтому он проводил их через вот такие вот сложные ситуации, когда подолгу заставлял сидеть на одном месте, на котором неудобно было сидеть, неудобная плохая стоянка, и очень хотелось уходить. И наоборот, приводя в хорошее место, на хорошую стоянку, и очень быстро оттуда уводя, раскладывать вещи, запаковать вещи. Сначала приходилось всего лишь на одну ночь. Одну ночь посидели. Что одну ночь? Нет смысла распаковывать вещи. Нет смысла. Живем на чемоданах. Проходит еще день. Еще ночью ушел. Так вечно будем на чемоданах, начинаем распаковываться. Распаковались, тут же приходит приказ, трогаемся в путь. Все это было необходимо именно для того это необходимый человеку тренинг, как сегодня бы сказали, для того, чтобы научиться вот этой внутренней дисциплине, для того, чтобы выработать в себе, как это раньше говорили, силу воли. глава 10-я. И сказал Бог Моше, сделай себе серебряные трубы, выкованными из одного куска сделай их, и они будут служить тебе, чтобы созывать общину, и чтобы поднимать станы в путь. Пока что две цели. Когда нужно собрать всех на общее собрание, и когда нужно дать приказ о выходе в путь. И когда затрубят в них, вся община соберется к входу в шатер собрания. Но если затрубят только в одну из них, не две трубы, а только в одну, тогда соберутся тебе князья, главы тысячи Израиля. Тогда не нужно общий сбор, а только собираем начальников. Военный Совет. И если вы потрубите прерывисто, тогда тронутся в путь станы, которые располагаются с востока. И если ты протрубишь прерывисто во второй раз, тронутся станы, которые располагаются с юга. Трубить будут прерывисто, чтобы они отправлялись в путь. Когда же необходимо собрать общину, тогда трубите, но не прерывисто. Два основных вида трубления, либо прерывистое, либо протяжное. Труа и ткия. Сыны Аарона Коины будут трубить в трубы. Они должны оставаться для вас вечным постановлением для ваших потомков. то есть эти трубы это не просто средства передачи сигналов в Синайской пустыне. Они должны остаться в поколении. И после того, как еврейский народ, покинув Синайскую пустыню, поселится в стране Израиля. А для чего тогда? Зачем тогда трубы? Вот зачем. Если в своей стране выйдете на войну против притеснителя, угнетающего вас, то трубите в трубы прерывистые и будете вспомянуты перед вашим Богом и будете избавлены от своих врагов. Здесь уже трубы не для того, чтобы передавать сигналы различным подразделениям. Здесь трубы для того, чтобы напомнить о том, что мы в беде и просить у Всевышнего поддержки в нашей войне с врагом. И в день вашей радости и во время ваших праздников и в начале бы ваших месяцев, то есть в новомесяче, в начале месяца, будете трубить в трубы над своими жертвами и над своими и над жертвами и над жертвами улот, над всесожжениями и над жертвами мирными, шламим, и будут они напоминанием о вас перед вашим Богом, я Бог ваш. То есть трубы используются еще в двух случаях. Во время службы в храме, прежде всего, когда приносится томит, приносится жертвоприношение олот, всесожжение либо шламим, тогда нужно трубить в трубы, а также в праздники над праздничными жертвоприношениями. И Раши здесь резюмирует этот отрывок, подчеркивает, что означает использование труб, когда для того, чтобы поднимать станы в путь, когда вы отправляетесь в поход, трубите эти трубы, тем самым подавая знак. Получается, что в путь отправлялись под трем знаком, говорит Раши, по знаку Бога, по слову Мушей и по звуку труб. Знак Бога, мы это объяснили выше, это движение облака, которое либо выдвигалось вперед, либо наоборот растилалось над станом Юды, что означало здесь будет лагерь. Это знак Бога. По слову Мушей, мы уже тоже читали, это то, что говорил Мушей, эти фразы, когда там сказано «Восстань же, Господи, и рассеются твои враги, и побегут от тебя ненавидящие тебя, а когда останавливался, он говорил «Возврати же, Господи, к миллиардам тысячи израиля». Это слова Мушей. И по звуку труб. Вопрос, а зачем нам так много? Зачем нужны были вообще слова Мушей? Как объяснил раньше Раши? Был сигнал облака. Облако, которое до сих пор, если речь идет о выходе в поход, облако, которое до сих пор покоилось над соборным шатром. Теперь оно поднялось и вытянулось в сторону сынов Иуды. Облако нужно еще, что еще нужно? Облако все видят. Если облако все видят, каждый может посмотреть, понять, что он должен собирать вещи, собрал вещи, облако чуть-чуть постоит, пока люди соберут вещи и начнет двигаться в нужном направлении, а все уже выстраиваются по заведенному порядку, какие племена сначала, какие потом. Вместо этого мы видим было не так. Облако после того, как оно поднималось, вытягивалось над коленом Иуды и так останавливалось и не двигалось в путь, пока уже не скажет восстань же Господи, кумачем вяфуцу и веха и пусть рассыпятся твои враги. Это чем нужно было делать. То же самое, когда становились на стоянку. Облако останавливалось в форме шатра над сыновьями Иуды, но оно не расстилалось полностью, пока Муши не говорил ему «Шу вашим, возвратись же, Господи, к миллиардам тысяч Израилей». Опять, зачем? Для чего это нужно было? Некоторые комментаторы говорят, что это был знак уважения Муши. То есть столб облачный, которого вполне бы хватило для того, чтобы передавать сигналы, чтобы он служил здесь ведущим для народа Израиля, за ним будут ходить, где он, где столб облачный остановится, там и остановится, когда он поднимается, люди понимают, что нужно собирать шимпанал, в принципе его достаточно. А почему же здесь нужно было еще Муши? Потому что этим самым Всевышний хотел возвысить Мушей в глазах народа, оказать ему почет и в путь не двигаемся, пока он не скажет поехали. Ведь может можно объяснить это чуть глубже. Перед нами поход сынов Израиля по пустыне. он является прообразом всех походов, которые совершает человек в своей жизни. Многие, безусловно, живут все время на одном месте, но по жизни человек постоянно движется. Движется не обязательно географически с места на место, но от одного события в своей жизни к другому, от одной ситуации и к другой. Поэтому говорят о жизненном пути. Как проходит жизненный путь человека? С одной стороны, каждый понимает, что события, которые с нами происходят, они происходят не по нашей воле, они возникают, ситуации возникают помимо нашей воли. человеку, может быть, очень не хотелось бы, он должен сегодня выходить, ему очень не хотелось бы, чтобы был дождь, но дождь идет. А иногда ему не хотелось бы, наоборот, чтобы было жарко, но жарко. Иногда ему хотелось бы найти работу, но работы нет. А иногда он умирает от усталости от миллиона дел, которые на него навалились, есть обстоятельства жизни. Тор учит тому, что обстоятельства жизни это не судьба и не воля случая, а есть ажгаха, проведение, промысел Божий, как говорили древние, то есть Всевышний управляет миром, управляет тем, что в нем происходит, и вещи, которые случаются с человеком, не случаются случайно. И когда Всевышний решает, что будет дождь, будет дождь, а когда он решает, что будет жарко, будет жарко, когда нужно, есть работа, когда не нужно, когда нужно, чтобы не было работы, ее не будет, иногда много достатка, иногда не свести концы с концами, все это вещи, которые не случайны. Но вместе с тем мы знаем, что человек обладает свободой выбора, он выбирает, как ему поступить. То есть он не выбирает ситуацию в своей жизни, ситуация от него не зависит. Он выбирает, как отреагировать на эту ситуацию, как повести себя в ней. Это два элемента, которые переплетаются, и из которых, по сути, состоит весь жизненный путь человека. Это постоянное совмещение свободного выбора, неуправляемого свыше, когда Всевышний не управляет, и управляемыми обстоятельствами. Аж Гаха проведения, которое ставит человека каждый раз в новой ситуации, в новых обстоятельствах, в новых жизненных испытаниях. Именно так проходит это здесь. Сначала все начинается сверху вниз. То есть есть сигнал, есть воздействие сверху вниз, а именно облако подает свой сигнал. Каким образом? Все знают. До сих пор оно упокоилось над шатром, теперь оно собирается как балка и стягивается в сторону сынов Иуды. Ну, Всевышний приказал, все, побежали. Не-не-не-не-не. Это только ситуация, в которую поставлен человек. А теперь человек должен решить. И именно для этого сюда был поставлен еще один момент. Дальше облако не двинется, пока муше по своей воле, по своему желанию не скажет поехали. Кумаше, восстань же Господи и пусть рассыпятся твои враги перед тобой. Это не просто для того, чтобы выдать уважение и знак почтения к мусору. Нет. Таков порядок жизни. Ситуация дана нам свыше. Это ажгаха. Теперь мы на нее реагируем. И ажгаха проведения ждет здесь человеческого выбора. Как человек выберет? подчиниться, не подчиниться. Сделает правильно, сделает неправильно. Какой выбор он сделает? Пока муше не скажет эти слова, никто не двинется. Не забудем, что еще посредине между знаком облака и его словами есть еще трубы. К ним еще вернемся. Есть. облако муше велит трубить в трубы и даже тогда еще люди уже собираются, но даже тогда еще не двигаются, пока муше не скажет настань, Господи, рассыпется перед тобой твои руки. Значит, движение зависит от муше, от его выбора, от его решения. Да. Но муше не скажет этот стих, пока он не получит сигнал свыше. Он получает сигнал свыше, что нужно двигаться, и тогда он выдает следующий сигнал, тогда он дает уже команду трогаться и говорит восстань же Господи и рассыпятся твои враги, и вот тогда облако двинулось, вслед за облаком пошли все дальше и дальше и дальше. То же самое при остановке. Что происходит? Тот же порядок. Сначала сверху вниз облако останавливается. Муше это видит. Идет реакция снизу вверх. Муше говорит Шувашем возврати же Господи к миллиардам тысяч Израиля. И только когда эти слова сказаны, только тогда облако расстилается. И снова муше бы ничего не сказал, пока бы не получил сигнал свыше. А после того, как он говорит, есть еще одно движение, есть сначала сверху вниз, есть ответное движение снизу вверх, это уже выбор человека, и это движение снизу вверх, оно приходит снова к ответному движению сверху вниз, по схему сверху вниз, воздействие свыше, когда расстилается уже облако, и мы здесь становимся лагерем. так вся жизнь. Вся жизнь наша это постоянное содействие, взаимодействие обстоятельств, которые диктует нам проведение и нашего выбора, который является исключительным нашим правом и возможностью, а на наш выбор уже снова проведение реагирует следующим шагом. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Ну, зачем же в этой всей схеме трубы? Раши сказал, двигались по трем знакам. Облако, слова Муше и трубы. Ну, облако и слова Муше мы объяснили. Вот это вот взаимодействие сверху вниз, потом снизу вверх, и снова сверху вниз. А трубы-то зачем? И без них? А может быть, трубы, чтобы весь народ, чтобы весь народ услышал, а без них они не услышат, стан большой, стоят много шалашей, миллионы людей, а две трубы они протрубят так сильно, что все, все, все услышат. Мы же не в городе, в пустыне. Кроме того, глаза-то у всех есть. Если все видят, что облако, которое до сих пор было в центре, в самом центре нагеря, то теперь оно вытягивается в ту сторону. Все понимают, нужно собирать вещи. Двигаем. Зачем же нужны были трубы? Как понять их смысл? В тексте, кстати, указано, что трубы не только для того, чтобы поднимать народ в путь, но они еще используются и во время шертовоприношений и для праздников. В Сефирах и Нух, когда он объясняет смысл этой заповеди, заповеди отрубов, то он говорит следующую вещь. Природа человека такова, и все это мы очень-очень хорошо знаем на собственном примере, что человек в своей рутинной жизни постоянно клонится в сон, засыпает. Сон, я не имею в виду чисто физиологический сон, обычно хватает ночи для того, чтобы поспать, но и днем человек на самом деле продолжает спать, то есть он действует сугубо автоматически на автопилоте, повторяя заученные матрицы поведения, заученные реакции. Нет полной сознательной жизни, когда человек по-настоящему действительно живет активно, а не пассивно реагирует только на возникающие ситуации. Стало быть, человеку очень важно время от времени пробуждаться. Мы знаем, что когда нам нужно встать утром рано, то мы используем будильник, нас пробуждает, но пробуждение самое сильное, если рядом с нами кто-нибудь будет трубить в трубы, вот тогда мы действительно почувствуем, что такое настоящее пробуждение. Нет другого звука, который способен настолько пробудить человека, как трубление. Не зря все армии мира всегда использовали либо трубы, либо рок, рожок для того, чтобы не просто передавать сигналы, а прежде всего сигналы можно было и по-другому передавать, а прежде всего для того, чтобы пробудить солдат, для того, чтобы они сумели восприять духом и сумели действовать как настоящие солдаты, как настоящая армия, а не как уставший сброд полуголодных людей. необходимы пробуждение. Быть может то же самое и здесь. Когда приносится жертвоприношение, не может человек, не может позволить себе участвовать в жертвоприношении на автопилоте, думая только постоянно свои ежедневные постоянные мысли о том, что у него крутится в голове, человек должен, принося Богу жертву пробудиться, думать о том, что происходит, ощущать это, должно быть и интеллектуальное пробуждение, и эмоциональное пробуждение должно быть. Это необходимо. Поэтому во время жертвоприношения трубят в трубы, так пишут в цифрах и духах. Может быть, то же самое и здесь. Если люди находятся на стоянке, то через некоторое время уже привыкают к этой стоянке, жизнь входит более-менее в привычную колею. Поэтому для того, чтобы перейти от этого состояния пассивного нахождения на стоянке и начать и выйти в поход, для этого нужны были трубы, чтобы пробудиться, собрать все силы и двигаться вперед. И вот после того, как Тора описала, каким образом будут происходить все эти переходы, вот здесь вот в начале десятой главы и начинается первый переход. И вот во второй год, во второй месяц, двадцать, если прежде всего понять, второй год, пробыли год, прошел год от исхода из Египта, начался второй год, первый год провели около Синая, во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от Мишкана, от шатра Соборного, и тогда отправились сыны Израиля переходами из пустыни Синай и остановилось облако в пустыне. Паран. Вот этот самый первый поход от горы Синай в пустыню Паран. Рашид делает здесь почет, таким образом получается, что у горы Синай еврейский народ провел почти полный год, то есть двенадцать месяцев без десяти дней. Каким образом он это посчитал? В Рош-Ходыш-Сиван в начале месяца, первый день месяца Сиван после исхода из Египта, исход из Египта был в середине месяца Ниссан, пятнадцатого числа месяца Ниссан, таким образом шли полмесяца Ниссан, еще целый месяц Яр, и вот в первый день месяца Сиван, третьего месяца года пришли к горе Синай. и не выступали там до двадцатого дня месяца Яр в следующем году. Если бы просидели там еще десять дней до начала Сивана, то оказался бы полный год, полный год там не просидели, не достает десяти дней, двадцатого числа месяца Яр начинается первый переход, первое движение израильского народа от горы Синай по направлению к земле обетованной, которая является целью и исхода из Египта, и получения Торы, все это должно реализоваться там, в стране Израиля. Пока что еврейский народ делает только свои самые первые шаги, как выяснится очень скоро, совсем-совсем непростые шаги по пустыне. О том, что будет происходить на этих самых первых переходах, мы будем говорить уже на следующем уроке с Божьей помощью. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok